Вы смотрите новости Северобашкирия. Предупреждающие надписи появились на 26 перекрестках Нефтекамска. Акцию организовали педагоги и волонтеры объединения «Октава» вместе с сотрудниками ГИБДД. Дорожные службы нанесли предупреждающие надписи перед пешеходными переходами. Сними наушники, убедись в безопасности, отвлекись от телефона. Ребята раздавали жителям листовки. Нефтекамск признали одним из самых загрязненных городов республики. Здесь на каждого жителя приходится более 200 килограммов вредных веществ в год. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Башкирии. Нефтекамск занимает второе место по загрязненности в республике. В прошлом году в регионе количество отходов увеличилось с 27 до 44 миллионов тонн. День семьи, любви и верности провели в Аскино сотрудники компании Уфанет. На площади состоялось яркое мероприятие. Участие в нем приняли жители Аскинского района. Компания Уфанет порадовала гостей интерактивными площадками «Энгри Бёрдс», «Лук и Стрелы», «Лопни Шар» и другими. Украшением праздника стал кот Пончик. На следующий день здесь высадился оранжевый десант. Колонна украшенных автомобилей ездила по улицам села. Сотрудники компании Уфанет дарили жителям апельсины, шарики, флажки и отвечали на их вопрос о подключении. Услуги компании Уфанет теперь будут доступны и в Аскино. Открытие офиса по улице Советская, 10А состоится 12 июля, а уже 13 июля уфанетовцы проведут праздник друзей. Изюминкой торжества станет барабанное шоу. Пятый год жительница дзюртюлей Гульнас Мосина выращивает рассаду цветов. В сезон она реализует около 15 тысяч саженцев. Теперь она мечтает заняться благоустройством городских пространств, озеленением и созданием цветочных клумб. Сегодня цветами предпринимателя оформлены территории некоторых магазинов, офисов города, а также место отдыха в Иванаево. В плензаводе урожай Илишевского района идет подготовка к зимнестой ловому содержанию скота. Ремонтные бригады провели замену полов коровника, дезинфекцию и побелку. Идет реконструкция цеха сухостойных коров и цеха по выращиванию молодняка. Ремонт завершится в августе. Педагог гимназии номер один Верхнеркеева Финна Яхина приняла участие в шестой всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Итоги подвели в Москве. В здании Государственной думы чествовали победителей конкурса технического творчества. Финна Яхина стала победителем номинации «Наставник года». Ей подарили электронную подписку на журнал «Наука и жизнь». В этом году в конкурсе приняли участие более 6 тысяч школьников из 75 регионов страны. Конкурсы операторов машинного доения и операторов по искусственному осеменению коров прошли в Янаульском районе. Их провели на базе летнего лагеря сельхозпроизводственного кооператива «Дружба». В мероприятии приняли участие 25 доярок и техников-ассеминаторов из 11 сельхозпредприятий района. Доярки соревновались в машинном доении коров, сборке и разборке доильного аппарата. По результатам испытаний возрастной категории до 35 лет первое место заняла Ираида Баширова. Победителем старшей возрастной категории признали Файзуну Абзалову. Операторов по искусственному осеменению оценивали по знанию лабораторных работ и правильности ведения учета. В этом конкурсе победу одержала Оксана Ахмедханова. Победителей наградили ценными призами. Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Староболтачево. Его провели на площади Сабантуя 9 июля. Приверженцев здорового образа жизни возглавил глава администрации Болтачевского района Ильгис Субушев. В акции приняли участие сотрудники организаций и предприятий района. Участники перед стартом сделали зарядку. Это все новости на сегодня. А теперь переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова